Старшиня Гомельского Аблвы-Канкама Геннадь Соловей сегодня провел рабочую нараду на новом молочно-товарном комплексе в Житковицком районе. Это уникальный объект, аналога у которого в Беларуси нет. Как ожидается, его деятельность позволит обеспечить сыровиной Туровский молочный завод и, как следствие, увеличить экспорт продукции. Наши корреспонденты ведут подробности. На этом объекте старшиня Аблвы-Канкама бывает часто. Ход строительства комплекса на его особистом контроле. Задача рабочой нарады – звернуть увагу на моменты, які приняты лишить дробязями. Але любые недопросовки здольны оказать негативный уплыв на эксплуатацию живелого дочного комплекса. На проектную могутность он повинен выйти на приканцы года, коли здание привязуть 2400 коров. Поставки ожидаются партами по 300 голов что месяц. Причим особливая увага проведению карантинных мероприемствов. Что тысяча породы живел, тут перевага генетичным особливостям. Генетический потенциал датского скота, по нашему мнению, он выше, чем, условно говоря, белорусская чернопестра. Подбираем статы, комплектуем по продуктивности примерно на одинаковом уровне 8-9 тысяч килограмм удоя в год. Карантин они отстаяли, да, 30 дней не отстаяли карантин в Дании. Ну и, соответственно, 30 дней по приезду к нам они тоже сейчас считаются на карантине. Плануется, что ферма будет что год поставлять на ту русский комбинат «Амаль-22 тысячи тонн молока». Предприемство мая потребу у додатковой сыровине, пришим у великой колькасти. Молоко с нового комплекса дозволить повеличить объемы вытворчасти и, соответственно, экспортные поставки. Это, правда, уникальный объект. И не только масштабом, але и высоким узровнем комфорту для живел. А так само самыми сучасными технологиями – сусветного узровню. У приватности сирот незвычайного для отчинной живелого доулей, подлоги с подогревом, у помешканья, где будут находятся сяляты, а так само у доильных залах. Подогревать будут и усеби с выключения поилки. Что тышится специалистов, которые будут працовать на молочно-товарном комплексе дяковичи, то в профессийном плане да их повышенное потребование. По великим рахунку, каптрапить сюда, необходимо прасти неколькие стады узгоднению. Тут повыше требования, да. Тут, получается, и сам подход к подбору персонала, всем другой – к специалистам. Я, например, где устраивался другие работы, то там напрямую с директором ты общаешься, и все. Ну, типа, он говорит да или нет. А тут сначала ты общаешься с главным врачом, потом с главным врачом молочной правды, потом общаешься с директором, и потом уже я общался по виде конференции с генеральным директором. Молочный комплекс дякович и белорусско-итальянский проект. С нашего боку его реализацией займается унитарное предприемство «Молочная правда». И оно створено туруским молочным комбинатом для развития сыровинной базы. У совезе с пандемией коронавируса термины сдачи объекта крыхузьмянилися. И белорусские специалисты говорили, и итальянцы, які займаются монтажом обсталявания, некий час не знаходилися у Белоруссии. Разом с тем, керавництво «Молочной правды» не лишит ситуацию критичной, а яснующее питание называет рабочими. Все работы идут в общем-то в графике, все работы идут достаточно планово. Конечно, текущих вопросов достаточно, но, в общем, надеемся, что в марте месяце строители отсюда проводим со словами благодарности.